Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин и сегодня тема лекции видео-рока следующая. Как с помощью диагностики 12 меридианов узнать корень заболевания, которые часто посещают любого человека. Вот человек, допустим, знает свои уязвимые места и с легкостью может помочь себе при тех или иных проявлениях заболевания. Даже при простой простуде человек знает, откуда у него пришла простуда. Конечно же, многие задают вопрос, а как увидеть это? Здесь я с полной ответственностью вам заявляю, что если вы пройдете диагностику 12 меридианов хотя бы 2-3 раза в году, вы будете с полной точностью знать, какие меридианы у вас уязвимые. И эти меридианы восстанавливать. От вас единственное, что если вы будете восстанавливать эти меридианы, вы можете полностью бороться с корнем заболеваний всех ваших, не только внутренних органов, но и вообще состояние даже вашей жизненных позиций. В общем, полностью то, откуда исходит ваше, скажем так, плохое настроение, либо, скажем так, недовольство в жизни, либо даже плохой карьерный рост, либо даже нехватка энергетики жизненной. То есть вы будете знать, откуда это берется у вас. Но при одном условии этот корень можно увидеть. Но необходимо продиагностировать человека 2-3 раза в году, увидеть тенденцию состояния общей энергетического баланса человека, вы уже знаете, что это такое. И, конечно, поканально отдельных каждых меридианов. И поверьте моему опыту, у многих людей есть меридианы и группа меридианов, которые формируют ту или иную слабость, вялость, хроническое состояние слабости всего организма, которая приводит к тем или иным заболеваниям. Чтобы этого с вами не случилось, проводите диагностику 12 меридианов, узнавайте, в каком у вас они состоянии, и потом периодически с этими меридианами работайте, восстанавливайте их. Не давайте им пребывать в слабости, в вялости, либо те меридианы, которые в воспаленности. Снимайте с них энергетический потенциал. Снимайте ту избыточную энергию, которая может привести к длительным воспалениям. И живите счастливо и безболезненно. Спасибо за внимание.